здравствуйте на этом видео будет продемонстрирована возможность получения удаленного доступа к виртуальной машине через протокол vnc здесь имеется на данном стенде имеется компьютер персональный pentium 4 2.8 гигагерц 1 гигабайт оперативной памяти с установленной операционной системой ubuntu lacyt lynx 1004 данная система является 32 разрядной однопроцессорной попробуем увеличить вычислительную мощность данной рабочей станции с помощью виртуальной машины для начала попробуем получить удаленный доступ к виртуальной машине для этого попробуем проверить возможность доступа по протоколам ssh и vnc так как мы уже предварительно знаем ip-адрес то нам не составит труда получить ssh доступ попробуем получить доступ ssh по протоколу ssh фаерволл отлично сработал и партнер нам на мы получили сообщение о том что он доступ нам отказом попробуем получить также доступ по венсе через атомы благодаря тому это можно проверить его у любой тси пи порт просто попробовав туда зайти тэн нет имя адреса и номер порта а венсе используют по умолчанию порт 5900 все пробуем получить доступ эмулируя венсе клиента все как мы видим фаервола опять отлично сработал и мы не получили доступ но благодаря тому что мы знаем как настроен фаерволл мы можем получить доступ доступ к нашу виртуальной машине передав инструкции демона к ногды это специальный демон сервис линукса который позволяет приоткрывать какие-либо порты по нашему запросу попробуем открыть TCP порты для SSH и VNC для этого у нас есть заранее подготовленные команды для начала откроем TCP IP для SSH все вот мы скопировали вставили команду команду необходимо отправить несколько раз и убедиться в правильности ее осуществления для этого попробуем опять через историю вызвать SSH вот и мы видим мы получили доступ у нас спрашивается пароль значит в систему можно зайти вводим пароль все мы получили доступ к виртуальной машине через SSH попробуем запустить Midnight Commander все Midnight Commander запущен мы получили доступ к виртуальной машине теперь мы попробуем осуществить доступ по доступ по протоколу VNC для этого откроем VNC доступ все теперь можно закрыть Midnight Commander отправляем exit все мы вышли из SSH так теперь попробуем открытие VNC VNC отправляем опять команды для кнопки несколько раз чтобы наверняка он открыл доступ и проверяем через telnet так доступ у нас опять не открылся еще раз попробуем все доступ открылся как мы видим то есть у нас сразу же возникает окно сообщение о том что начался сеанс и что мы можем завершить отправить специальную комбинацию с фигурной скобкой этот символ обозначает control квадратная скобка сочетание все и теперь мы можем выйти нажав control Z все и теперь попробуем получить доступ через VNC клиента Ubuntu имеет предварительно в репозитории постоянно устанавливаемый клиент удаленного доступа и он находится у нас в интернет просмотр удаленных столов сейчас все попробуем подключиться допустим у нас имеется компьютер узел виртуализации там имеются у нас значит какие-то вычислительные ресурсы какие-то виртуальные машины так тут у нас спрашивается пароль так заходим все мы получили доступ к узлу виртуализации здесь у нас представлены виртуальные машины которые сейчас запущены ну и также список получается процессов дисков в программе ГКРЛ так тут у нас получается вроде бы машина запущена но как мы видим стопроцентной загрузки ядер процессора не наблюдается попробуем получить доступ к какой-либо виртуальной машине ну для примера зайдем сейчас в одну из них так попробуем использовать для начала все цвета все у нас этот экран заблокирован сейчас мы зайдем все мы зашли изображение открывается очень медленно кстати здесь нам продемонстрировано что канал связи здесь имеется 164 на закачку с сервера и канал на ну то есть закачка с сервера ой и на сервер вот так здесь у нас получается 164 на на загрузку сети и 174 на загрузку на в сеть получается на сервер вот сейчас попробуем продемонстрировать тормоза в системе из-за того что мы используем как мы видим все очень медленно медленно работает конечно так работать невозможно поэтому имеется возможность в инси клиенте настроить параметры подключения попробуем закрыть узел виртуализации в инси теперь попробуем открыть с более низким потреблением трафика канал то есть этого канала недостаточно сейчас попробуем побыстрее так теперь у нас качество ухудшили и скорость у нас немножко возросла но опять-таки быстродействие оставляет желать лучшего но в принципе доступ получен дело в том что можно улучшить качество отображения доступа и взаимодействия через приобретение более широкого канала в данном случае полтора 1.6 и 1.7 мегабит в секунду это в принципе не недостаточно для получения полноценно удаленного доступа но несмотря на это мы получили доступ к виртуальной машине вот здесь у нас виртуальная машина находится и посмотрим какой у нас какая пропускная способность на другой стороне канала здесь у нас получается 1.3 1.13 и 1.12 мегабит в секунду то есть это у нас получается скорость соединения соответствует наименьшему наименьшей скорости то есть получается 1.12 мегабит в секунду у нас скорость соединения что очень очень медленно но если у вас имеется как в виртуальной машине более быстрый канал допустим то в принципе можно получить более широкие возможности за счет использования удаленного виртуальной машины машины виртуальная машина она обладает более высокими степенями защиты так как она не взаимодействует с реальным железом и максимум что может произойти это порча виртуального железа что конечно является нонсенсом так как оно не существует никакие вирусы ничего вам больше не страшны с использованием виртуальных машин и более высоких каналов передачи данных все вот мы получается поработали давайте сейчас откроем системный монитор посмотрим как у нас виртуальная машина работает у нас очень большие тормоза тут наблюдается так система администрирования и получается системный монитор все вот у нас идет загрузка получается так процессор у нас мы выделили один процессор загрузка 50-40% на виртуальную машину так все то есть интернет у нас здесь есть все нормально работает диск виртуальной машины находится в сетевом хранилище то есть в принципе все нормально система работает безупречно так теперь попробуем выйти из VNC оставим виртуальную машину закрываться и закроем каналы порты для доступа через firewall так все вот нашли мы крестик так закрываем 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 все выключаем виртуальную машину виртуальная виртуальная машина закрыта соединение было закрыто все то есть таким образом нельзя доступ получить на закрытую машину но можно и сейчас закрыть доступ к узлу виртуализации узел виртуализации до сих пор запущен и мы можем получить к нему доступ все вот мы закрыли одну из виртуальных машин шкала больше здесь не действует то есть таким образом мы симулировали работу с виртуальной машиной все загрузки процессоров загрузки ядер не наблюдается закроем доступ удаленных по авианси к узлу виртуализации закрываем клиента так отправляем специальную комбинацию как и в случае открытия сначала закрываем SSH и проверяем доступ по SSH доступ по SSH не осуществляется нет осуществляется сейчас еще несколько раз отправим Все, пароли не спрашиваются Нет спрашиваются Странно Возможно тут имеется некоторая задержка То есть необходимо обязательно проверять Закрытие Ну все, вроде бы парол не вылезет Через некоторое время он таки сдался И закрыл канал Все, то есть мы сейчас закрыли канал И сейчас должно вылезти сообщение о том Что вот оно вылезло То, что мы не можем получить доступ На указанный порт Мы закрыли файрвол Так, теперь Закроем Доступ По файрволу К венсе, сейчас он у нас есть То есть сейчас мы проверим То есть мы заходили на Виртуальную машину Да, вот она есть Сейчас мы ее отключим Отправляем комбинацию Несколько раз Все И попробуем опять получить доступ Как мы видим Порт не открывается Следовательно мы его закрыли Все Таким образом Сейчас должно вылезти сообщение О том, что мы закрыли порт Все Доступ к порту закрыт Мы закончили работу То есть никто не имеет доступа Кроме нас Не имел доступа И на этой машине Никто кроме нас Этот доступ больше не получит Все Таким образом Осуществляется работа С виртуальной машиной Удаленная Через платформу Через протокол Винси и СССР Спасибо за просмотр